Уважаемый Сергей Книгметович, уважаемые участники заседания, благодарю за предоставленную возможность высказать мнение представителей агробизнеса о новой программе. При этом нельзя не сказать о том, что Министерству сельского хозяйства удалось превратить сам процесс ее разработки в эффективную модель государственно-частного партнерства в действии. Был реализован очень правильный формат совместного обсуждения обратной связи, когда не только крупные компании, но и любой фермер могли высказать свое мнение и внести предложение. Благодаря такому подходу мы увидим сегодня отраслевую программу, которая дает казахстанскому агробизнесу не только беспрецедентные ресурсы, но и эффективные инструменты, эффективное сочетание которых позволит в предстоящем периоде дать достойный ответ всем внутренним и внешним вызовам, стоящим перед аграрным сектором нашей страны. Во-первых, программа определяет ключевые стратегические цели и задачи отрасли. И это не только продовольственная безопасность, но и изменение отношения к агробизнесу в принципе. Все должны понять, что аграрный сектор перестает быть просто социальной обузой государства и способом создания низкооплачиваемых рабочих мест. Конкурентоспособность и эффективность – вот главные критерии, о которых должен думать тот, кто хочет стать участником новой программы и создать высокодоходный агробизнес, и все те, кто по долгу службы, должны им помогать в этом. Во-вторых, такому подходу способствует растущий мировой спрос на продовольствие, и вряд ли мир будет долго терпеть то, что огромный аграрный потенциал Казахстана используется только для внутреннего потребления. И в-третьих, программа демонстрирует, что налицо огромная политическая воля руководства страны, подкрепленная серьезными финансовыми, административными и другими необходимыми ресурсами. Мы видим, что программа дает аграриям ответы как минимум на три важных вопроса – где мы сейчас находимся, к чему мы хотим прийти и что для этого нужно сделать. Таким образом, есть правильные цели и хороший план. Чтобы реализовать его практически, нужна отлаженная система координации и взаимодействия госсектора и бизнеса, в основе которого должна быть ответственность за достижение конечных результатов и, конечно же, финансирование. В этой связи считаем, что реализацию отраслевой программы на региональном уровне нужно грамотно спроецировать в каждую область, со всеми цифрами, индикаторами, обоснованиями, графиками, разложенные до каждого района, сельского округа, предприятия, поливного рыка или водопойного колодца. Региональные подпрограммы должны быть приняты в каждой области, а управлениями рассматриваются в качестве управления региональным кластером, снимая сдерживающие факторы и проблемы, стоящие перед конкретными предприятиями и реализуемыми инвестиционными и инфраструктурными проектами. Поэтому должно появиться что-то вроде штаба кластера и команды специалистов, которые будут продвигать проекты этого кластера, как говорится, с утра и до вечера, и отвечать за конечные результаты. Испытанная практика в мире есть. У нас эти штабы или офисы могли бы формировать социально-предпринимательские корпорации вместе с бизнес-структурами. Мы, как деловой совет АПК, знаем, как это делать правильно и уже обсуждаем эту модель с руководством двух областей. При таком подходе задачи, функции и ответственность участников каждого кластера четко закреплены до уровня района, сельского округа, предприятия или крестьянского хозяйства. Даже ученые со своими инновациями должны быть закреплены за конкретными кластерами и проектами и в случае обеспечения выхода проектов на запланируюную мощность иметь свой гонорар. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Рахмет. Продолжение следует...